В 7 утра из дома, в 4 обратно с уроков. Каждый день на этом пазике ездят дети из коррекционной школы 8 вида. Не только на занятия, но и на экскурсии в театры и кино. Перед каждым выходом на линию, рассказывает водитель Юрий Геннадьевич, сам он обязательно проходит медосмотр, а автобус проверяется механиком. Все как полагается при перевозке пассажиров, в особенности юных. То есть транспортное средство должно быть технически исправным в состоянии, должно быть желтого цвета, на нем должны быть опознавательные знаки перевозки детей сзади и спереди. Транспортное средство должно быть оснащено тахографом, системой GPS, ГЛОНАСС. Также транспортное средство должно быть оснащено ремнями безопасности. Этот транспорт хорошо знакомый сотрудникам ГИБДД. Рассказывают, он единственный специализированный школьный автобус в городе. К его состоянию, да и к самому водителю со стажем почти 40 лет, у инспекторов претензий никаких. Гораздо больше вопросов по другим машинам, которые перевозят детей в городе. Зачастую, рассказывают специалисты, они для этого совсем не предусмотрены. Этим автобусам нужно внимание, внимание и внимание. Техническое состояние должно быть у всех идеальным. Автобусы оставляют желать лучшего в ПТП. Там же новую гармошку не отправишь на заказ, новую. А все остальные, им уже пора на пятую домну в Череповец своим ходом ехать. И этот аргумент далеко не последний в ряду причин столь частых аварий, считают инспекторы дорожного движения. Но все же большую тревогу в ГИБДД вызывают водители автобусов. Только с начала этого года по их вине в регионе произошло 5 ДТП. В них пострадало 7 человек. Усиленные проверки начались по поручению главы региона. А поводом тому послужила резонанс на ДТП в Бабаевском районе, когда пьяный водитель школьного автобуса сбил 15-летнего подростка. Потом скрылся с места ДТП, а при задержании пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Помимо школьных автобусов на протяжении двух недель инспекторы будут проверять и весь общественный транспорт в городе. Как работники соблюдают график, как ведут себя за рулем. Зачастую пассажиры, да и другие участники дорожного движения жалуются, что водители маршруток ездят по каким-то своим правилам. В маленьких паздниках вот этих, да, было, что когда были аварии, что в них лежали машины, потому что они посмотрели, что приближается машина с левой стороны, выезжали с остановки. Торопятся, то есть и скоростной режим иногда превышают, и на пешеходных переходах пешеходов не пропускают, и торопятся быстрее проскочить через пешеходный переход. То есть проезжают на запрещающий красный сигнал светофора, потому что идет так называемая, как бы, водитель и гонка. То есть все стараются больше заработать. Во время сегодняшней проверки серьезных нарушений инспекторы не обнаружили. Лишь небольшие технические неисправности. За них четыре водителя получили штраф 500 рублей. Однако на этом работа не заканчивается. К бдительности полицейские призывают и пассажиров. Если вдруг показалось, что шофер в автобусе ведет себя подозрительно, лучше сразу обратиться в дежурную часть. Алена Шипилова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.